Традиционно после окончания основных сельскохозяйственных работ в России отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день поздравляют всех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков, трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания. Сегодня глава Чувашии поздравил агрария в Цивильского района. Жители села Чурачики в Цивильском районе, кроме поздравлений, получили долгожданный и нужный подарок. Для любителей спорта построили стадион в рамках федеральной целевой программы социального развития села. Год назад мы запроектировали вот этот стадион. Нашу маленькую инициативу поддержало и правительство Чувашской республики. Стадион построили быстро, за 4 месяца. Строители рассказывают, что было сложно. Погода часто мешала вести работы. Но за это время удалось проложить беговые дорожки с современным покрытием, обустроить хоккейную площадку, трибуны и раздевалки. Поле соответствует всем современным требованиям. Имеется дренажная система и водоотведение. В футбольной команде высшего дивизиона Чувашии Чурачики здесь можно будет играть в любую погоду. Не дождутся начала сезона и хоккеисты села. На праздники они получили денежный сертификат на приобретение формы. Михаил Игнатьев назвал открытие стадиона знаковым событием. Каждый трой, юноша или девушка, должен заниматься спортом. Чтобы быть всегда в форме, чтобы быть всегда красивым, сильным, смелым и преодолевать все те трудности, которые возникают. Во первом веке, веке интеграции и глобализации, только сильный человек может достигать успеха. Празднование работников сельского хозяйства продолжилось в Цивильском доме культуры. Здесь труженики села представили выставку-презентацию. На ней можно было увидеть как достижения современного сельского хозяйства, так и традиционные для чувашского народа промыслы. Аграрии района встретили свой профессиональный праздник с хорошими показателями. В районе убран весь картофель. Объем господдержки, предоставленный сельхозпроизводителем и организациям АПК Цивильского района, на сегодняшний день составил почти 70 миллионов рублей, что больше, чем в прошлом, на 80%. У нас в республике наступило время честного селяна. Если взять в целом успехи Цивильского района, они в динамике положительные. Мы радуемся этим показателям. Надо всегда ставить пример всех тех ответственных, добросовестных, трудолюбивых тружеников. Глава администрации Сергей Артамонов рассказал, что крестьяне Цивильского района потрудились хорошо, хотя без трудностей не обошлось. Благодаря самоотверженному труду работников села в целом по району в текущем году по оперативным данным в первоначальном приходе в нам весе собрано более 37 тысяч тонн зерна. Это на сегодняшний день тоже первый показатель повалованного сбора зерна среди районов Чувашской республики. И мы сделаем все, чтобы это лидерство сохранить. В завершение праздника глава республики вручил награды труженикам села Цивильского района. Татьяна Молокова, Оксана Александрова, Андрей Шоклев, Республика.